Шприевальд, что означает «лес на Шпрее», находится в Германии. Когда-то огромный тающий ледник образовал реку, получившую потом у людей название Шпрее. Пробивая свое основное русло, она огибала множество островков, образуя большие и малые протоки. Их длина составляет почти одну тысячу километров. Впервые о поселении славян в этом месте упоминается в 12-тих, оно разрасталось, постепенно превращаясь в город, современное название которого Любена Шприевальд. Заповедник спокойствия, национальный парк Тимна в небольшом городке недалеко от Берлина живут сербы. Они через века пронесли и сохранили свой лужицкий язык, самобытность и культуру, не забыли ремесла своих предков, их национальные костюмы, любят красочно и необычно украшать жилища. Мирно соседствуя с немцами, сербы освоили немецкий язык, свободно им владеют и проводят на нем экскурсии. Собор Святого Марка, Венеция, город Любена Ушприевальд приобрел известность и популярность благодаря островной деревне Лиде, находящейся в самом его центре. С появлением железной дороги в него потянулись сотни тысяч туристов со всей Европы. Их привлекла возможность совершить увлекательное путешествие по улочкам каналам, совсем как в Венеции. В результате возникло второе имя города, Шприевальдская Венеция. Местре Венеция, как добраться со второй половины 20, деревня Лиде признана национальным памятником Германии, является музеем под открытым небом. Почти через 40 лет уникальность природного заповедника Шприевальд, где около 2000 видов представителей растительного и животного мира, многие из которых в других местах на Земле уже исчезли, была подтверждена ЮНЕСКО. Лодка – неотъемлемая часть быта жителей экзотической деревни. Как и в Венеции, здесь все передвигаются на лодках. Дети плывут на занятия, покупатели – в магазины. Тут не ходят в гости, а плавают. Почтальоны, медработники и полицейские сюда не приезжают, а приплывают. Экскурсоводы, они же гондольеры, проводят для туристов экскурсии по разным маршрутам. Вокруг много воды, цветов и зелени. Шлюзы предотвращают затопление строений. После Французской войны граф Любену выстроил замок на месте крепостных руин. Вокруг него со временем разросся парк, в нем появилась сказочная красота озера, была построена оранжерея. Замок дал имя городу. Сегодня это фешенебельный отель с рестораном. За парком есть пивной сад, пункт проката лодок и кемпинги. Историческая часть Любена Ушприевальд с его площадью и храмом Святого Николая известна как старый город и напоминает цветную иллюстрацию из волшебных сказок. В городе есть музей, он по-немецки чистый, утопает в зелени и цветах. Шприевальд любят не только немцы, но и туристы из европейских стран. Здесь проводят отпуск, празднуют дни рождения, устраивают семейный и корпоративный отдых. Шприевальд идеально для этого подходит.